здравствуйте начинаю аудит сайта с росом . онлайн сайт буду сравнивать по четырем критериям это первая понятность второе это текст третье внешний вид и четвертая удобность так первое это понятность то есть идентификация куда мы вообще попали что нам предлагают начну с самой ссылки с росом . онлайн если я такую ссылку видел я бы подумал что это какая-то онлайн игра браузерное что-то такое короче до домен онлайн не стоит использовать лучше самое простое . ru это все знают для всех это кажется безопасным с росом вот сыро я бы разделил либо дефисом либо еще как-то ну то есть в одно слово не очень как-то это не очень хорошо хорошо что есть сертификат у сайта я смотрю с большого экрана 1920 на 1080 на экране поменьше вообще классно сайт смотрится здесь прям ровно так обрубается принципе понятно куда я попал сразу ассоциации строительной организации москвы допуск с ровно от этого в принципе достаточно что допуск с ровно и человек понимает куда он попал понимает где вы находитесь даже два раза здесь здесь москвы вот с идентификацией сайт справляется визуально кран в сро я не очень разбираюсь не знаю наверно с кран является ассоциации скорее всего со строительством наверное это есть может быть еще какой-то документ что-то такое добавить как 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 допуск вообще физическом виде как он выглядит так я бы поставил на четыре из пяти то есть человек то сро ищет он перейдет на сайт ему сразу будет понятно что вы точно этим занимаетесь ничем другим не занимаетесь это вот на первом этапе достаточно следующее что разберем это текст как вообще текст написан в целом здесь текста минимум сделали для лендинга это хорошо если он прямо смыслы всякие оказывает нужны по тексту принципе придраться нечего все хорошо единственно наверное хотелось бы боль больше какого-то текста потому что здесь ну как кого-то пересушили слишком мало текста хотелось бы узнать кто это что за компанию ну хотя бы чуть-чуть какую-то информацию кроме самого предложения еще что-то охота услышать увидеть вот а так текст отличный с первого экрана но я думаю есть желание заказать не то что заказать а посмотреть дальше по крайней мере здесь сразу три выгоды показаны это хорошо к тексту наверно мне не нравится только вот сами кнопки здесь вот обратный звонок написано здесь консультация кнопки эффективнее делать когда они призывают к действию какому-то типа оставить заявку что-то такое вот то есть когда конкретное действие не просто консультация например получите консульт получите консультацию или бесплатную консультацию получить что-то такое так еще кнопки есть здесь да вот здесь есть кнопка отправить заявку а еще вот про идентификацию что меня смутило на сайте самом начале нет даже я бы сказал напугало я бы точно такой сайт закрыл потому что когда человек попадает на сайт перед ним открывается вот такое вот нечто красное страшное пугающее на весь экран она горит я не понимаю что это выскочила и 0 я таки сайта не люблю я обычно сразу закрываю черная пятница я думаю xro вообще не недопустимо это не знаю не распродажа каких-то гаджетов это бытовой техники еще где-то можно там черной пятницы используя сыра я думаю там нет вообще такого даже термина строительства как черная пятница скидка 75 тысяч рублей по промокоду допус и сама вот эта акция она на большом экране смотрится на маленьком почему-то она у меня вот это вот досюда вот то есть до конца не это нижнюю часть я не увидел в общем так и здесь форма открывается хорошо так следующее это внешний вид разберем по внешнему виду здесь очень строго как настройках все это все очень четко есть ошибки по симметрии небольшие некоторые элементы как-то вот например вот этот вот полок она почему-то сюда вылезла здесь вот ровно идет а здесь она вылезла если вот этот элемент вылез то вот эти элементы стрелочки тоже должны были до выйти но здесь как-то она она от от только вылезла в общем логотип с дескриптором тоже куда тут они либо все вместе идут так линии либо он ну как-то короче отдельно своей жизнью живет как-то в углу вот это тоже мне не очень понятно почему вот этим капслоком написаны вступайте наш сроки с последних это выгодно и просто имеет смысл выделять текста которые вот имеют ну чтобы усилить что-то наше сро усиливать не надо но как бы это не выгода никакая не никакого смысла нагрузки в это выделение никакого нету вот можно было бы выделить например вы оплачивать только комп фонд например вы оплачиваете только можно было выделить как бы типа усилить эту это слово что она выделена чтобы только это оплачивать и больше ничего эмоционально то есть качать читать будет он будет с эмоциями проговаривать это вот это выделение сокращение кстати не значит такой комп фонд ваша целевая аудитория если знает что это такое наверное можно оставить но если бывает что не все знают что означает комп фонд лучше написать целиком это я не думаю что там прям сильно такое длинное слово что его надо так сокращать то есть в этом предложении но когда вот такое сокращение не очень выглядит лучше написать полностью по внешнему виду дизайн здесь можно сказать практически отсутствует так все очень очень просто сделано это не сказать что некрасиво и не сказать что то есть здесь такой дизайн который и плюсов не дает и минусов не дает он вот ровно посередине не сказать что этот сайт человек кто-то смотрит например у него есть ощущение что вы какая-то крупная серьезная компания скорее но то у меня ощущение что это кто-то все это не компания кто-то частные лица быстренько сделали сайт и пытаются продать услугу как-то в общем сырость такая как бы ниша дорогая там можно добавить немного пафоса и серьезностей но дизайн я думаю там важная штука будет вот по типографике здесь здесь похоже одно начертание одного шрифта два начертания одного шрифта shift в принципе привет приятный можно и не менять можно и вот так оставить контент то есть сами картинки вот здесь одна картинка есть логотип и свидетельства картинок можно было бы добавить здесь практически нет ничего связанного с этой ниши в общем но здесь вот совсем кажется вот этот блок каким-то совсем пустым слишком белым если фон как-то обычно вот если не как бы не знаю что делать с фоном просто чередуют его типа светлый темный светлый темный вот здесь резко слишком много светлого еще и такой узкий блок от этого еще слишком много пространства получается вообще пустота ощущение такое что слишком слишком мало как будто бы так по удобности ну вот по юзабилити меня чего удивило тут тут вообще кнопку черной пятницы что она вообще есть ею бы лучше лучше бы я вообще типа не было слишком пугает появляется смотрите еще по яндекс метрики по веб-визору там как-то смотрите какое количество отказов и можно замерить если убрать вообще эту кнопку что я думаю количество отказов уменьшится потому что вот она на самом деле пугающая напрямую агрессивная красная какие-то вот но ассоциации такие что это чуть ли не кровь короче вот такое все прямо это страшное темное не похоже что это хотят не причинить какую-то пользу а скорее бред в общем ну и она никак не ассоциируется с цветом но действие то желтый белый здесь прям ярко-красный это сильная разница большая по удобности так по так 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 форма заявки огромная форма заявки оставьте заявку на консультацию на специалист вверх с вами течение пяти минут если срочно позвоните по номеру но от форме заявки уже не надо я думаю писать строй вообще в сырого я не думаю что прямо человек потом срочно течение пяти минут надо решить это все-таки не эвакуатор вот это лучше вообще убрать политика кондициональности если хотите указывать то лучше ее внизу указывать можно и вообще убрать и соглашал тоже убрать имя телефон ну в принципе короче вот эту я точно вот эту строчку вот есть слышно позвоните точно убирала оставьте заявку на консультацию еще раз просить оставить заявку ну человек вроде уже нажал на кнопку но плана пусть будет консультация но да здесь формы видимо одинаковые там еще 3 кнопка есть и так так и надо убедиться что третья кнопка попадает в последний экран если вот на экране поменьше будем смотреть сайт чтобы кнопка умещалась туда то есть если не умещается надо ее двигать нижний блок вот в контакты человек должен промотать и у него должно быть логическое решение что типа я совсем ознакомился можно заказать поставить заявку вот в целом у меня в целом оценку поставил бы на три из пяти по всем параметрам сайт чисто для меня сайт не вызывает доверия у меня ощущение что это что-то как-то дешево как будто быстренько сделали сайт то есть нет доверия компании не знаю нет никаких подтверждений что вы вообще ведете деятельность не знаю надо ключевое что просто доверие нету я посмотрю и не не могу доверять то тем более там деньги немалые и просто так вот кому-то кто сделал там быстренько сайт я бы не стал доверять точно надо повышать доверие через отзывы через социальные сети через фотографии там сотрудников директора слова директора какой-то блок может быть если у вас уже есть клиенты это благодарственные письма от организации чтоб человек увидел что вы работаете с другими организациями что можно убедиться что эти организации вообще существует все таки тема такая документальная здесь это важная штука вот принципе на этом все всего добро